Добрый день! Сегодня у нас такая интересная и не очень обычная тема. Это насекомоядные растения. Если честно, вообще эта тема возникла для любителей цветоводства не так давно. Ну, во-вторых, все-таки они достаточно трудны в уходе и, соответственно, поэтому пользуются спросом в основном у маленьких детей. Потому что вот к нам, например, приходят там дети с родителями, дети пихают палец, насекомоядное растение захлопывает этот палец. Ну, в общем, восторг, ребенка покупает такую игрушку. Но как на самом деле обстоит дело? Можно ли в комнатных условиях эти растения выращивать или нет? Вот давайте немножко поговорим, тем более, что у нас сегодня есть повод. Одно из этих растений, сарацения, зацвела. Это тоже бывает не так часто и вот будет всем интересно посмотреть, какой у нее цветок. Хотя цветение у нее не главное, потому что у всех насекомоядных растений, конечно, очень необычные листья, связанные с их образом жизни. А образ жизни у них такой. Растут, как правило, эти растения в очень хорошо освещенных местах. Это болотистые какие-то области и растут они на кочках. Не то, чтобы прямо в воде, я не могу сказать, что они прям безумно любят воду, нет. Но в то же время все-таки вокруг них влажно. И за счет того, что питательных веществ не так много в субстрате, в котором они растут, они приспособились получать эти питательные вещества из пойманных ими насекомых. А именно, садится муха, комар, бабочка на лист, привлекаемая такими маленькими капельками сока, который выделяет растение. Он может быть сладковатый, какой угодно. И, соответственно, пока пытается что-то получить с этого листа, лист захлопывается. Вот, например, смотрите, как устроен лист такого насекомоядного растения. Вот прям типичное устройство. А, кстати, у нас с вами на болотах, особенно там, где растет сфагнум, тоже растут насекомоядные растения, которые называются растянка. И механизм действия примерно такой. же. Единственное, что у них лист не захлопывается, а насекомое просто приклеивается, потому что вот этот субстрат, который они выделяют, достаточно клейкий. Но здесь у нас, вот видите, кроме того, что лист снабжен, вот сам лист идет, дальше вот такой вырост, и он снабжен, соответственно, вот такими острыми, ну, не иголками, но выростами, скажем так, которые захлопываясь, естественно, муху или бабочку берут в плен, и она уже вырваться не может. Вот если я положу палец, смотрите, как раз, и она его обняла. Вот. Это вот такой рефлекс, вот видите, как она захлопнулась. И вот эти выросты один в другой вошли замком, и все. И, соответственно, уже насекомому не выбраться. Володь, ты покажи еще вот близко. Я еще раз палец вот так положу. Смотрите, что происходит. Видите, как тесно обхватывает мой палец. Вот. Видите? Вот я его вытащу, а вот и она захлопнулась. А муха-то вытащить не может. И таким образом растение получает дополнительные питательные вещества в виде животного белка. Ну и давайте вопрос номер один, который задают, конечно, все. А как дома-то в домашних условиях? Насколько вообще нужно кормить насекомыми? Не нужно. Ну, во-первых, можно провести такой эксперимент, если уже кому-то захочется. Рядом с вашим растением можно положить обрызок яблока. И буквально через полчаса вокруг этого яблока начнут виться маленькие крошечные мушки-дрозофилы, которые тоже, в свою очередь, будут садиться на это растение и могут служить ему едой. Но, конечно же, совершенно не обязательно специально заводить каких-то насекомых, потому что лист зеленый, и он точно так же фотосинтезирует, как любой другой. И если вы будете ухаживать за этим растением так, как вы ухаживаете вообще за комнатными растениями, кормить его, поливать вовремя, то совершенно не обязательно, чтобы оно получало вот этот животный белок. Но летом, если растение стоит на окне и какая-то муха залетает, я у себя в теплице много раз видела, как, конечно, мухи садятся, комары садятся на растение. Все, и оно получает все то, что и получает в природе. Значит, растения бывают самые разные. Вот от таких маленьких, среднего какого-то размера, у нас сейчас не очень большой выбор. Мне, конечно, вам показать особо нечего, но поговорить-то об этом все равно можно, потому что, собственно говоря, какое бы насекомоядное растение вы ни купили, уход примерно один и тот же. Отдельно потом как-нибудь закажем непентесы, потому что вот они из всех насекомоядных отличаются. Они лианы, они, как бы мы их ампельными выращиваем, они в горшок сажаем, и свисают вот эти их кувшинчики. Это будет тема отдельного разговора. Ну вот сароцене, про которую я говорила. Видите, как устроена она? Вот у нее лист. Вот, кстати, вот она молодая, и лист почти плоский, но уже тоже вот образуется на конце вот такая крышечка и полость кувшинчик. Вот растение уже взрослое. Видите, крышечка на конце листа. Вот это все, это лист. Просто у него такая особенная структура. Мы знаем, что листья бывают самые разные. И вот здесь как происходит? Здесь тоже внутри выделяется сок, он же является пищеварительным. Муха садится на край, а край, знаете, он такой жесткий и довольно скользкий. И уже если она туда нырнет на запах, то, конечно, вылезти она обратно не может. Вот так это и происходит. Крышечка вот эта, если туда попадает насекомое, потихоньку закрывается. Но насекомое и так не может вылезти. Так вот, посмотрите, вот наша эта сароценя взяла да и зацвела. Вот какой смешной цветок. Очень симпатичный. Просто и сароастение чрезвычайно забавное, да еще вот такой цветок. Конечно, это очень интересно. Ну, и теперь, конечно, по поводу содержания. Растения очень светолюбивые, как я уже говорила. Часто их содержат в каких-то флорариях. То есть делают из стекла аквариум, потому что они любят влагу, и делают досветку. Но будет расти просто на подоконнике. Но, естественно, зимой, когда день у нас короткий, они требуют досветки. Света им не хватит. Они сойдут как бы на нет. По одному листу начинают темнеть и падать. И потом вряд ли весной они возобновятся. Поэтому, если у вас нет хороших световых условий, лучше с этим не возиться. И еще такой момент. Честно говоря, они все зимой любят холод. Поэтому, если у вас на окне, на подоконнике достаточно прохладно, ну, скажем, 18 градусов, вот это просто оптимальная температура. Хотя, когда я последний раз была в ботаническом саду в Санкт-Петербурге, в Бине, то там я посмотрела, у них достаточно хорошая коллекция этих растений. И они держат их при температуре 5 градусов. Ну, не знаю, насколько нужно 5. У меня зимой 5 дома не бывает. А бывает градусов 18, ну, 16 минимум. Но чувствуют они себя тоже хорошо. И активно даже нарастают и зимой. Потому что у меня есть такие хорошие лампы, которые дают много света 12-часовой день. Вот. Поэтому, если у вас дома есть свет, вы можете обеспечить свет. То, конечно, вот поиграть с такими растениями будет очень интересно. Но особенно, если у вас есть дети, им особенно интересно бывает. Поэтому пробуйте, пытайтесь. Я уже сказала, что у нас бывает достаточно хороший выбор. Периодически мы их заказываем. Конечно, сами мы их не размножаем. Только доращиваем. Вот. Они к нам приезжают из Голландии. Поэтому приезжайте к нам, покупайте эти растения, пробуйте. И успехов вам в этом нелегком труде. Всего вам хорошего. Смотрите нас снова.